В Оранжереи продолжают случаться редкие чудеса из мира орхидей. Здесь зацвела удивительная красавица из Новой Каледонии. И вот в Дакриле Казуарина видно с далеких островов. С Новой Каледонии. Это Тихий океан, где-то между Австралией и Фиджи, и Вануату. Вот именно там, как летофит на камнях, на скалах или на деревьях, растет эта орхидея. Она имеет удивительные листья, похожие на мясистые волшебные стручки. Ее кремовые цветки с горьковатым кондитерским ароматом создают ощущение, что кто-то открыл коробку конфет. Для гостей Зеленого дома это уникальная возможность увидеть Дакрилею, потому что это та самая орхидея, которая встречается только в коллекциях ботанических садов. За окном изредка накрапывает дождь, а в Оранжереи вовсю цветет одно из самых красивых растений пустыни – адениум гибридный. Этот суккулент известен и знаменит не только своим экзотическим внешним видом, но и потрясающим цветением. И тем, что обладает уникальным ядовитым соком. И до сих пор некоторые африканские племена как раз смачивают соком адениума стрелы своих, стрелы или древки остея копий и охотятся. Говорят, что именно этой розе пустыни Стинг посвятил свою известную песню. Зеленый дом полон чудес. Здесь радуют глаз и плоды, и цветы, и один экзотичнее другого. Как раз сейчас невозможно пройти мимо цветения тропической красавицы – великолепной меденилой, похожей на воздушный зефир. Действительно, прицветники розовые, очень нежные, напоминающие такие сладкие, какие-то сахарные, наверное, даже кондитерские изделия. Но и совершенно очаровательные соцветия, очень крупные. И в данном случае вот цветение меденилы – не такое частое явление. Родина меденилы – влажные, вечно зеленые леса Филиппин, которые разнообразием растительных форм и буйством красок напоминают сказочные сады. Эту хрупкую красавицу не просто выращивает в домашних условиях, но еще пару недель ей можно любоваться в ботаническом саду.